Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, депутат Московской областной думы, почетный гражданин Одинцова. Лариса Лазутина – человек уникальный. В ее честь названа лыжероллерная трасса. А сегодня к списку ее многочисленных наград добавилась и спортивная галерея. Хочется, чтобы эта галерея действительно была, Лариса Евгеньевна, продолжением наших побед, наших детей. Вот, чтобы дальше на других стеночках были медали наших учеников. Вы для нас пример, вы наша гордость, правильно сказали, вы космонавт, вас все знают. Это, я думаю, что наши школьники будут гордиться и всегда брать в пример ваши достижения. На стенах дорогие ее сердцу фотографии, на них запечатлена целая жизнь. Вот Лариса в детстве с родителями и подругами. А это соревнования. Рядом снимки уже ее собственной семьи – дочери, сына, мужа спортсмена. Следующий стенд посвящен ее деятельности в областной думе. А вот на этих лыжах Лазутина выиграла не одни соревнования. Это проект общий. И самое главное то, что в нем участвовали именно дети этой школы. Они участвовали, они собирали материалы, они брали интервью, познакомились с новыми людьми, очень интересными, которые также в спорте, и тренерами, и спортсменами. Я думаю, что вот от этого проекта мы выиграли все вместе. Она с улыбкой смотрит на детей, которые так старательно готовились к встрече. Разучивали танцы, стихи и сценки. Волнуясь, они показывают гостям школу, которой есть чем гордиться. Ее ученики участвуют во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Первая школа разбита на несколько тематических зон. Здесь изучают правила дорожного движения. Здесь иностранные языки, литературу, искусство. Я помню чудное мгновение, передо мной я ловила сны. Как мимо любого твое петелье, какие нечистые красоты. С Голицынской школы Лариса Лазутина дружит уже давно. Многие ученики увлекаются спортом, выступают на соревнованиях и, конечно же, побеждают. С сегодняшнего дня их трофеи займут достойное место в галерее великой спортсменки. Имя Ларисы Лазутины с золотыми буквами вписано не только в историю российского, но и мирового спорта. И хотя она больше не участвует в соревнованиях, полностью посвятив себя государственной деятельности, Лариса Евгеньевна продолжает передавать свой ценный опыт молодому поколению. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok